Крымский полуостров решит проблему собственного водоснабжения без обращения за помощью к Киеву. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Комитета парламента РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя высказывания экс-президента Украины Леонида Кравчука. Нужно отметить, что 26 марта 2021 года в эфире телеканала Дом 87-летний Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию в ТКАК по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, проинформировал, что российский полуостров получит воду только в случае гуманитарной катастрофы. Причем возобновление поставок воды будет в любом случае сопровождаться выполнением российской стороной определенных условий Киева. В ответ Гемпель выразил уверенность, что Крым при помощи Москвы достойно решит эту проблему. Поэтому крымчане не станут клянчить воду Украины. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии обеспечить безопасность. Нет никаких гарантий, что воду не отравят или не перекроют. Добавил Гемпель. Логика и здравый смысл украинских политиков зашкаливают до безумия. Обратил внимание Гемпель. Он объяснил, что с экранов телевизоров украинские политики буквально клянутся в любви к крымчанам и переживают за их права. При этом те же политики поддерживают водную блокаду полуострова, лишая крымчан воды. Парламентарий добавил, что водной блокаде Крыма, которую полуострову устроил Киев, необходимо дать правовую оценку, а причиненный ущерб компенсировать. Заметим, что 18 марта вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин в ходе совещания у президента России Владимира Путина заявил, что в апреле этого года начнется бурение скважин на дне Азовского моря для улучшения водоснабжения Крыма. Он подчеркнул, что это будет дополнительный источник воды для полуострова, точные объемы которого станут понятны к июлю.